В Чувашии начался отопительный сезон, а значит скоро начнут приходить счета за отопление. Если оплата коммунальных услуг уносит значительную часть вашего семейного бюджета, следующий репортаж для вас. О том, кто имеет право получать субсидии, Ольга Пырочкина. У Светланы Илларионовой 10 детей, 6 взрослых, а младшие 4 девочки еще учатся в школе. Чтобы всем хватало места, Илларионовы живут в просторной квартире, так что зимой за отопление приходят большие счета. Да и остальные коммунальные услуги, за которые начисляют по счетчику, такому большому семейству влетают в копеечку. Спасают семейный бюджет субсидии. Я получатель субсидий 3 года уже. За счет субсидий я половину экономлю. В летний период я экономлю полностью, у меня оправдывается. А в зимний период у меня наполовину. Между тем, кто имеет право получать субсидии, определяется не количеством детей в семье или, например, стажем работы. Данный ведь льгот полагается тому, чьи расходы на коммунальные услуги составляют значительную часть общего семейного бюджета. Граждане могут получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от суммарного дохода семьи. При этом субсидия предоставляется собственникам либо нанимателям жилых помещений. Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. Размер самой субсидии, то есть какую сумму вам компенсирует государство, зависит от прожиточного минимума, так называемого стандарта стоимости жилья в регионе и других параметров. Получить всю информацию, подать документы и даже просто проверить, попадаете ли вы в категорию граждан, которым положена льгота. Можно в местных администрациях населенных пунктов, районных администрациях для жителей Чебоксар и в многофункциональных центрах. И еще один момент, который нужно понимать потенциальным заявителям. Субсидии предоставляются только в том случае, если нет задолженности по кварплате. Ольга Пырычкина, Арена Гавилян, Республика.